В студии Анна Шабадал, Дмитрий Соловьянов. Мы продолжаем наш весенний, наполненный витаминами день. Да, весной наш организм ослаблен. Он не получает нужную дозу витаминов, как летом и осенью. Основной признак и недостатка витаминов, который вас должен насторожить, это ломкость волос, появление перхоти, седины. Тебя, видимо, насторожил. Как избежать авитаминоза, советы даст наш гость. У нас сегодня в студии Алексей Зольников, врач семейной медицины, член Челябинского филиала Международной Академии Здоровья. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей Олегович, расскажите, пожалуйста, нам о витаминозе. Сложная фраза. Для кого он характерен, чем опасен? Он характерен для тех, кто не соблюдает режим. На самом деле, под витамины понимают вообще все полезные вещества, которые нужны организму каждый день. Они нужны клетке. Это аминокислоты, это минералы, это витамины, это полезные жиры, это клетчатка, это правильная вода. То есть без этого никак. Витамины – это общее название. Конечно же, они нужны всем. И весной это особенно чувствуется, потому что ослабевает, нету сезонных фруктов, нету сезонных продуктов никаких, нету зелени. Организм за зиму ослабевает, он просто тратит энергию. И ему, конечно, весной нужно подкрепление. Но прежде всего, прежде всего, речь идет не о том, чтобы употребить, потому что если мы употребляем витамины и другие полезные жиры без очищения, то мы не получаем их, не получаем. Потому что мы живем не в стерильном мире, и обязательно нужно внутреннюю уборку проводить, а не только умываться снаружи. А как очищаться изнутри? Это витамины именно употреблять? Нет, нет. Это есть такие так называемые растительные парафармацевтики. Самый простой из них и общеизвестный – это чеснок, это специи, это различные специи, это перец, это корица всевозможная. То есть это вот такие вот специи. То есть если еще более такие вот локальные – это лист черного ореха, это полынь, это пижма, это тысячелистник. А что с ними делать? Их в еду надо добавлять или как-то запаривать? Их включать в рацион, их добавлять, в общем-то, в еду, то есть принимать их для того, чтобы просто выходили токсины, выходили шстаки. Ну и, конечно, антиоксиданты. Вот вы сейчас говорили тут про гранат, да? То есть антиоксиданты – то есть вещества полезные, которые содержат антиокислители, антикоррозийное покрытие для организма, чтобы организм был молодой, чтобы он не старел, чтобы он постоянно был в энергии. Потому что ослабление энергии, которое особенно чувствуется весной, это как раз недостаток антиоксидантов, это дефицит полезных веществ и избыток токсинов в организме, которые нужно просто убирать. Алексей Олегович, мы понимаем, что вас трудно перебесить вообще-то. Скажите, вот весной девушки готовятся, ну и не только девушки, готовятся к летнему периоду, начинают худеть, тренировки интенсивные. Это вообще нужно делать весной? Обязательно, обязательно. Опять же, здесь очищение, это опять же очищение, потому что повышенный вес – это избыток токсинов, это недостаток движения, это недостаток воды. То есть если это будет все соблюдаться… Ну а если организм и так вот у нас не насыщен витаминами, он дефицит чувствует в этом, и мы еще и на диету садимся, это все нужно? Диету не нужно. Диета, любая диета – это ограничение. Самое главное, если мы своевременно будем проводить детокс, своевременно будем проводить очищение, да, и наполнять организм всем необходимым, диета не нужна. То есть организму нужны все полезные вещества. Ограничения любые – это все равно потом будет минус в организме. Вот вы сейчас произнесли это слово «детокс», оно сейчас модное у всех на устах, да. Что это такое и как его правильно все-таки проводить? Ну, детокс – это убирание токсинов, если говорить более расширенно, да. То есть к токсинам относятся – это шлаки, да, это дефицит ферментов, который приводит к аллергическим реакциям и ко всяким возможным другим вещам, да. То есть это все то, что организму мешает. Сейчас очень неприятная тема токсиновых паразитов, к которым относятся не только гельминты, но и вирусы, бактерии, грибы и всякие другие. То есть это все в организме есть, мы не в стерильном мире живем, и это нужно обязательно убирать. Это обязательно нужно убирать, чтобы была энергия, потому что энергия тратится именно на то, чтобы убирать вот эти внутренние токсины. И когда человек ослаблен, утомляем, у него, конечно же, какие-то есть трудности, к которым нужно справляться. То есть сейчас, получается, мы берем чеснок, берем гранат и очищаемся. Да, но чеснока много не съешь. Конечно, есть формы, которые, допустим, есть в капсулах чеснок, где в одной капсуле содержится 4 головки сразу чеснока. Да, то есть вот такие вот вещи. Потому что просто чеснок в больших количествах тоже без фанатизма. Ну, понятное дело. Спасибо вам огромное за эту раннюю беседу. Я думаю, что мы очень быстро говорим, но нет. Алексей Олегович все-таки... Это энергия, это энергия, которая весна каждому. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Алексей Изольников, врач семейной медицины, член Челябинского филиала Международной Академии Здоровья. Обязательно, да. Берегите себя, ведь ослабленный организм очень сложно переносит стрессы, которые, увы, преследуют нас ежедневно. А вот следующим героям пришлось понервничать, ведь на кону призвание и денежная награда. В Челябинске состоялся конкурс «Лучший сантехник России». Кто стал лучшим, узнаем прямо сейчас в сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok